В каждом сезоне есть свой кайф, и осень не исключение. При всей своей мокроте она радует нас яркими красками и порой даже теплой солнечной погодой. Чтобы насладиться последними теплыми днями, мы с клубом отправились на выезд и официально закрыли сезон летних выездов. Теперь можно с чистой совестью начинать готовиться к зимним историям. На этот раз мы не стали далеко уезжать от дома, а для покатушек выбрали соседнюю Владимирскую область и уже проверенную нами зимой базу партизан под петушками. На зимнем выезде с К-7 мы познакомились с владельцем базы Андреем, который около базы накатал на квадроцикле немало интересных и разнообразных треков. Здесь есть из чего выбрать. И мы выбрали совсем лайтовые треки, чтобы кататься без лишнего напряга и не сильно утомлять детей, которых с нами в этот раз было опять много. Мы только начали ехать. Ты готов к грязи? Прямо в победу, если посмотреть, то ни у кого нет. Я думаю, я в вас правду могу заеду. Все, готовы? Да! Но как бы мы треки не выбирали, а все-таки одно болотце мы встретили и провели в нем два, ну, очень увлекательных часа. У нас доставка бревна больших и маленьких. Вниз, стоп! Он потом заберет. Да, стоп! Да, стоп! Да! Там еще одни партизаны в лесу. А ты не ехал только за пня? Да! Я не знал, что так может. Я в него встал. Каду! 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 Мам, помоги! Я вяз! В остальном сплошное удовольствие и минимум напряга. Полевые обеды, приятные лесные дороги и немного исторических мест для разнообразия. Правда, за время борьбы с болотом мы все-таки потеряли одну багги. Ремень вариатора приказал долго жить и второй день пути мы продолжили уже без нее. После первого насыщенного дня приятный отдых и обсуждение плана следующего дня. На второй день мы выбрали небольшой трек протяженностью 70 километров. Но довольно хлипкий мост на середине пути спутал нам все планы. Ой! А там такие страшные дырки! Ну, в принципе... Иди сюда, постой пока. Сейчас я посмотрю, он попадает колесами на эти штуки? Да, он что здесь стоит? А, ну он не очень попадает на эти штуки. К сожалению, задняя ширина колеи багги, ну никак не проезжала по остаткам моста. И мы решили не рисковать. Тем более, с нами были новички. Те, кто вообще впервые в жизни сел за руль багги только в эти дни. По случаю изменения маршруты устроили себе длительный пикник с отличным видом на клязьму. У него эти волосики опасные. А я могу трогать? Да. Нет, ее нельзя трогать. Вот, наш багухи. Вот, кстати, наш новый участник Машвей. Его папа Филипп. Для них это первый выезд. Это первый твой выезд? Да. Вообще за рулем багги. Ну как ты? Ну, привыкаешь? Да. Что, лужи ничего? Не страшно, грязь? Не страшно. Ну, хорошо. Ладно, отлично. Мам, ты когда-нибудь боишься? Конечно, боюсь. Иван, я боюсь! И каким бы простым не был трек этого дня, а все же мы немного напряглись. Пришлось ехать по мотоциклетным тропам вдоль крутого обрыва. Это бодрило, особенно новичков. Но короткий участок тропы быстро закончился, и мы вернулись на хорошо накатанные дорожки. И за второй день прошли всего 37 километров. Пускай немного, но с каким удовольствием. На этом мы ставим точку на клубных выездах в этом году. Впереди только ТСТК-7. А возобновим мы наши совместные выезды только в январе уже нового 2022 года. ТСТК-7. Продолжение следует... Продолжение следует...